Десятки рисунков на тему безопасности дорожного движения размещены на стенде в Центре детского технического творчества. Эти работы выполнили учащиеся и воспитанники 11 образовательных учреждений. На конкурс «Город безопасности» было представлено более 60 работ. В рамках проведения профилактической операции «Краевой. Внимание, дети!» и «Ребенок, главный пассажир» нами совместно с Российским обществом автомобилиста города Лобинска, Центром детского и юношеского творчества города Лобинска и отделения ГАИ проведен конкурс среди учащихся средних и младших классов на лучший рисунок и лучший слоган по обращению к водителям. Как мы учебная организация, которая выпускает автомобили Всероссийское общество автомобилистов, мы тоже заинтересованы, это как и главная задача, заинтересована, чтобы наши детки, которые наши, как они тоже участники дорожного движения, могли грамотно применять правила движения. Нам тоже интересно, чтобы они заранее всё это знали. Организаторы конкурса руководствовались одной целью – повысить уровень подготовки учащихся в области безопасности жизнедеятельности, а также предупредить правонарушения с участием детей на дорогах. Инспекторы ГАИ уверены, такие мероприятия способствуют профилактике детского дорожного травматизма. Ведь в игре лучше запоминаются правила поведения на улице. С самого начала задачей конкурса было помочь детям изучить правила дорожного движения в преддверии будущих каникул летних, напомнить им их о поведении безопасном на дороге с помощью их преподавателей, то есть воспитателей, преподавателей, которые занимаются непосредственно в школах по преподаванию правил дорожного движения. Во время конкурса дети на классных часах в свободное от учебы время делали рисунки. Естественно, были заданы именно такие параметры, чтобы рисунок соответствовал четко правилам дорожного движения. То есть прежде чем нарисовать, ребенку необходимо было посмотреть правила, как этот знак устанавливается, что он значит, и только потом изобразить его на бумаге. И, соответственно, придумать хороший слоган обращения к водителям, который бы соответствовал тематике рисунка. По результатам конкурса 11 учащихся стали победителями. Их рисунки и слоганы соответствовали заданным параметрам, отметили члены жюри. Детки более активно участвуют во всех конкурсах по правилам дорожного движения. И уже смотрится техника, что преподают преподаватели. Они просто заставляют нарисовать рисунок для галочки, а именно отсматриваются в каждом рисунке правила дорожного движения. Конкурсантов, занявших почетные миссы, наградили грамотными и памятными подарками. Начальник госавтоинспекции поздравил всех с победой и порекомендовал школьникам неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Наталья Твиненко, Георгий Сопов, Телекомпания.